Раф Ицхак Зильбер. Чтобы ты остался евреем. Часть 4. Глава 3. Израильская специфика. Геты и гиюры. Дела семейные. Согласно Аллахе, супруги считаются разведенными только если женщине вручено особое разводное письмо, которое называется Гет. В присутствии двух свидетелей муж заявляет, что жена ему больше не жена, подписывает специальный текст, и на основании этого документа раввины составляют Гет. Женщина, даже давно расставшаяся с мужем, но не получившая такого письма, не считается разведенной и не может вступить в новый брак. Сожительство с другим мужчиной для нее большой грех. В Союзе мы тайно занимались еврейскими разводами. В Израиле это можно делать свободно. И были люди, которые ехали с надеждой привести в порядок свои семейные дела. Но были и такие, кто даже не понимал, что сделать это необходимо. Этим людям надо было помочь. Так что оказалось, что и в Израиле надо заниматься гетами. Трудно было еще и потому, что расставшиеся супруги часто находились в разных странах. И разыскать нужного человека было непросто. Поэтому с разводами у меня связано бесконечное число самых необыкновенных историй. Развод с условием. Я узнал, что одна женщина, не получив развода от первого мужа, вступила в новый брак. Я пошел к ней помочь совершить развод. Составили текст гетто. Так обычно называют документ от мужа, хотя это еще и не гет. Я тоже буду так его называть. И послали в Бухару, где жил ее муж. Но он не подписал. Через какое-то время я узнал адрес его брата в Иерусалиме. Жил он, правда, далековато, в Гело, да еще на пятом этаже. А мне пришлось раза три-четыре съездить туда, чтобы он написал брату письмо с просьбой подписать гет. Письмо отправили, но тот опять отказался. Скоро в Израиль, в город Ор-Юуда, приехали родители этого бухарца. И я отправился к ним. Поговорил, и они написали письмо. Дорогой сын, из-за тебя большой грех падает и на жену, и на весь народ наш. Подпиши гет. Он не подписал. Тогда я предложил родителям, поговорите с ним по телефону, о чем хотите, но и про гет тоже. Международный разговор – дорогое удовольствие для нового репатрианта. Они приехали ко мне и по моему телефону беседовали с сыном почти полчаса. Он не уступил. В таких случаях обычно теряют надежду. Я не потерял. Прошло около двух месяцев. Делал у нас обрезание бывший москвич. Не знаю почему, пришло мне в голову рассказать ему про этот гет. Он выслушал и говорит. Я знаю этого человека. Он женат на моей родственнице. Попробую написать ему. Но он тяжелый человек. Москвич написал и получил в ответ письмо со вставкой на языке бухарских евреев. Еврейско-таджикском. Муж требовал. Пусть жена, с которой он расстался, подпишет обязательство. Оно-то и было изложено по-бухарски. И пусть его подпишут десять равинов города Иерусалима. В таком случае он даст ей гет. Пригласил я десять равинов и эту женщину. Я по-бухарски не понимаю. Она прочла и залилась слезами. Оказывается, муж поставил условие. Она принимает на себя все его грехи от рождения по нынешний день. Я ей объясняю, бояться нечего. Бога не обманешь. А она твердит, знаешь, сколько тонн грехов у него. И рассказывает, что на пятом месяце беременности он ее выгнал на улицу и взял в дом татарку. Понимаю, говорю. Но не бывает, чтобы человек грешил, а потом продал свои грехи другим. Раз нужна подпись для гетто, можно пойти на любое его условие. Про передачу грехов и говорить нечего. Нет такого. А про передачу заслуг, как в истории с Миквой в Маргелане, на том свете разберемся. Она не соглашается. Я говорил, говорил, даже предложил ей три тысячи шекелей. Но она не соглашалась. У меня иссякли все аргументы. Раввины ждут. Им пора уходить, у них дела. Пришли в восемь, а сейчас уже десять часов утра. Один вообще из новеяков приехал. И Бог помог. Я говорю, ты должна подписать, что он просит, а я тут же принимаю все эти грехи на себя. Она согласилась. И я написал, что принимаю на себя все, что она потеряет, когда подпишет его условия. Составили письмо к мужу, что женщина принимает на себя его грехи, если он дает развод. Если нет, грехи остаются на нем. Письмо подписали десять раввинов, поставили печать и послали в Россию. Письмо он вернул. И с ним подписанный документ. Это было чуть ли не двадцать лет назад. Дети этой женщины уже учатся в Ешивах. А у меня до сих пор хранится письмо раввинов. Интересно, как Бог помогал мне. Пришла женщина, тоже из Бухарских, и говорит, что разошлась с мужем шестнадцать лет назад и не имеет понятия, где он сейчас. Как получить гет? Я говорю, приходи через три месяца, посмотрим. А как его искать, не знаю. Зашел я однажды в синагогу Зихрон-Маше возле Малке-Исраэль, про честь Минху. Слышу, кто-то кричит, «Ицхак, ты как здесь оказался?» Гляжу, мой бывший сосед из Ташкента. Я еще помогал ему продавать дом. Поздоровались, и я опять, непонятно почему, рассказываю, что ищу мужа той женщины. Он говорит, «Это мой брат». Тут же пишет брату письмо, и через месяц-два приходит документ. А однажды случай свел меня с отъявленным негодяем. Пришла ко мне пара, хотят развестись. Я спрашиваю, почему? Женщина объясняет, он не работает. Я говорю, а если работа будет? Тогда все будет в порядке. Я некоторое время оплачивал их квартиру, взял мужчину в ешиву, нашел ему работу, мыть посуду во время перерыва в занятиях. Он учится, здесь же питается и подрабатывает. Кажется, все хорошо. Вдруг мне звонят из Тель-Авива. «Ваш сын был у нас в ресторане и сказал, что вы уплатите». Я уплатил. Потом вызывают в банк, показывают какие-то чеки. Говорят, что я представлен вроде как гарантом за них. А чеки не оплачиваются. Потом он вообще исчез. А жена его, молодая женщина, рискует остаться вообще без гетто. Надо его найти. Я подумал, что он может быть в Гело, в одном из домов, где, как я помнил, живут русские. В обеденный перерыв я решил поехать в Гело поискать. Стою на остановке, жду автобуса. Прошел переполненный, я в него не попал. Потом второй и опять меня не взял. Остановилась частная машина, водитель приглашает. «Кому в Гело?» Люди кинулись, а я не стал толкаться и опять остался. Так прошло около часа. Но я знаю все, что Бог не делает к лучшему. И жду дальше. Приходит еще автобус. И я вижу в нем того, кого ищу. И с гетом все уладили. Окончил он тем, что взял в банке 70 тысяч, не вернул и сел в тюрьму. Вышел и продолжает свои авантюры. Так что предостерегаю. Бывают же упрямцы. Это было давно, лет 20 назад, а то и больше. Молодая женщина из Самарканда пришла и говорит, что ей нужен гет, потому что она была замужем, ей ставили хупу. Вышла она замуж совсем юной, потом муж сел и где он теперь, она не знает. Вообще ничего не знает, кроме того, что его сестра живет в Самарканде возле вокзала. Как же найти этого мужа? Я искал и так, и сяк, и через знакомых в Самарканде добрался наконец до него. Но он в тюрьме. Только через год, а то и через два, не помню, я добился, что три человека пошли в тюрьму, поговорили с ним, и он подписал необходимый документ. Получив бумагу с его подписью, я возликовал. Был составлен гет, и я бросился искать эту женщину. Поехал в Бет-Шемеш, где она жила. Оказалось, она переехала в деревню. Я искал, искал, и попал в эту деревню уже в девять вечера. Стучу в дверь. Я такой-то, ваш муж уже подписал гет. Хочу показать вам эту бумагу. Ведь мне еще надо было уточнить, действительно ли это его подпись. Мало ли что может быть. Она через дверь отвечает. И не стыдно вам так поздно приходить? Интересное дело. Я объясняю. Я был в Бет-Шемеше, но вы оттуда выехали. И пока я узнал ваш новый адрес, пока нашел вас, прошло время. И не так уж поздно, только девять часов. Нет, я вас не пущу. Я опять стучу. Вышли соседи, слышат, как она говорит «не пущу». Говорят ей «не глупи, еще рано». Но она мне не открыла. Пришлось мне приехать на завтра. И опять она боялась меня впустить. С трудом удалось ее убедить открыть дверь, и я сумел вручить ей гет. Мнение юриста. Одна женщина утверждала, что ждет ребенка от моего ученика. Парень отрицал, что был с ней близок. Женщина подала заявление в светский суд. Я сказал ей, что в светский суд обращаться нехорошо, а надо обратиться в Равинский. Она не послушалась, и когда парня вызвали в суд, я пошел с ним. Я надеялся поговорить с обоими вместе. Может, еще уговорю обратиться в религиозный Бейт-Дин. Парень остался где-то в коридоре, а я вошел в комнату ожидания. Из зала суда вышла женщина. Молодая. Жалобщицу я в лицо не знал и подумал, что это она. Подошел к ней и стал убеждать, что адвокаты самые плохие. Я еще жестче слово сказал. Самые плохие люди на свете. Учат обманывать, обходить закон, строить всякие хитросплетения. Я много вожусь с разводами и вижу, они как вмешаются, так все испортят. Куда лучше договориться самим. Женщина выслушала меня молча и ушла. Через некоторое время выходит другая и говорит мне, вы только что беседовали с моим адвокатом. Она-то и оказалась истицей. А женщина продолжает. Адвокат рекомендует мне не судиться, а договориться через вас. Она считает, что так будет лучше всего. Вот так номер. Мы и договорились. Мирным путем. Гиюр. Гиюр, переход в еврейство и принятие неевреем заповедей Торы, проблема весьма актуальная в Израиле. Почему? Я думаю, объяснять не надо. Бывало, я помогал в учебе людям, готовящимся к Гиюру. Однажды после лекции подходит ко мне женщина и спрашивает, если человек, делая Гиюр, не собирался ничего исполнять, а просто так сказал положенные слова, он еврей или нет? Я говорю, нет. А дети? Тоже нет. Проходит два месяца. Звонят мне по телефону из другого города. Это я, говорит женский голос, спрашивала про Гиюр. Приехав в Израиль, я сумела записаться еврейкой, но сомнения при оформлении документов оставались, и мне сказали, что надо пройти Гиюр Сафек. Сафек сомнения. Проходя Гиюр, я сказала, что верю в Бога и принимаю на себя все заповеди. Я действительно верю в Бога, но я совершенно не интересовалась заповедями Торы и не хотела даже думать об этом. Так как? Стала я еврейкой или нет? Я говорю, нет. А как же поправить? Если ты действительно веришь и хочешь соблюдать Тору, да, сейчас хочу, ты должна еще раз пройти Гиюр. Я договорился с одним Равом, чтобы он никому об этом не рассказывал, ни к чему ей разговоры о повторном Гиюре. Пригласил ее и она приехала. Женщина не только приняла Гиюр, но произнесла Шиехияну, совершенно при Гиюре непредписанная. Еще раз я встретил ее на семинаре. Она просила, чтобы я поговорил с ее мужем-евреем и убедил его соблюдать субботу. Короче, потом они оба стали полностью соблюдать заповеди. В Израиле много спорят о Гиюре, толкуют о гуманности, о том, что надо смягчить требования, учитывать обстоятельства, подходить к вопросу гибко. Просто детский сад. Фантастическое невежество. У меня такое впечатление, что вся эта доморощенная болтовня на тему ми-и-уди, кого считать евреем, которая продолжается давным-давно и вылилась уже в споры об облегченном Гиюре, началась с того, что основатели государства Израиль, пребывая в диком восторге от марксистских идей, были несколько смущены тем, что вышло из их идейных пристрастий. Их дети стали вступать в смешанные браки. А это не очень приятно, особенно когда-то и как-никак на виду. Да и внуки, кем их считать? Вот Бен-Гурион и созвал просвещенную комиссию, которая с ученым видом стала толковать о том, кого считать евреем. Во времена, когда я приехал в Израиль, принадлежность к еврейству вообще не проверяли, записывали со слов. Сейчас в этом отношении что-то делается. Мы не должны допускать нарушения Аллахи в вопросе ми-и-уди, так же, как и попытки ввести гражданский брак. Это опасно, а чтобы понять почему, надо учиться. ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ